Добрый день, читатели Комсомольской правды, пользуясь сайта kp.ua. Едва не оговорился, хотел сказать, у нас сегодня в гостях. Нет, сегодня мы в гостях в киностудии, как бы мы на съемочной площадке сериала «Пока станица спит». И сегодня мы в гостях у одного из режиссеров картины, Бата Нидича. Здравствуйте. Прежде всего, хотелось бы поздравить вас, точнее в вашем лице, всю, наверное, съемочную команду с получением ТЭФИ. То есть нам было приятно, что украинский сериал, ну где-то украинский, получил награду. Наверняка было приятно и вам. Да, да, добрый день, спасибо за поздравление. Я принимаю это поздравление с удовольствием, потому что сколько бы режиссеров не работало на этой картине, все равно больше 50% моего материала. Поэтому я считаю себя причастным к этому и не стану это скрывать. Да, это украинский сериал, это производство наше. Мы очень старались и, наверное, заслужили эту награду. Бата, я знаю, что сейчас, ну то есть телезритель видел уже где-то середину сериала, то есть знаю, что сейчас снимаются уже крайние серии, вот, и знаю, что потихонечку вроде бы как снимается пилот уже, ну условно говоря, назовем второй части, да, пока Станица спит. Говорим, не говорим об этом, то есть знаю, что рабочие названия Янычары, будут ли полюбившиеся герои, как бы они перекочуют во вторую часть, или это будет уже абсолютно, ну как бы новый проект, новое ответвление, то есть может чуть-чуть об этом. Вы, конечно, мне не поверите, если я скажу, что я не очень много знаю об этом сериале, это правда, то есть я не знаю. Не знаю прежде всего, потому что история еще целиком и полностью не готова, и это один из редких случаев, когда есть возможность влиять на саму историю. Более того, по секрету я вам скажу, что один из секретов успеха Станицы как раз в том, что мы время от времени обсуждаем, куда повернуть историю и что дальше будет с нашими героями. Вариантов было много, и концовка сериала была мне неизвестна буквально до вот недавнего времени, потому что могло повернуться в любую сторону. Что касается так называемого продолжения, мы не можем говорить о продолжении прямом, потому что некоторые герои, насколько мне известно, останутся, больше половины героев, к сожалению, там уже дальше не появляются, хотя они могут появиться уже там, может быть, в каком-то там дальнейшем будущем. И это будет совершенно другой силиал. То есть нельзя говорить о том, что вот это продолжение, как было, допустим, Евфросиния, которое годами практически об одном и том же. Действие перемещается даже за рубеж, вполне возможно появятся иностранные звезды. Мы растем не только в высоту, а еще и в ширину, и по взглядам, и по всем остальным параметрам. Бата, я помню, еще вот только стартовал проект, мы обсуждали то, что он очень динамичный, и пластик, собственно, то, о чем вы говорили сейчас. А насколько тяжело подобные штуки снимать? С одной стороны, классно, то есть персонаж развивается, он более живой, наверное, от этого. С другой стороны, очень, ну, как мне кажется, очень тяжело идти на ощупь. Вот насколько тяжело идти на ощупь? То есть насколько... А у нас выбора нет. Наверное, 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 надо уже говорить о том, что вот какое-то количество переходит потихонечку в качество. Я про своих коллег, прежде всего, потому что, что касается меня лично, для меня уже никаких проблем не представляет снимать, что называется, с колес большое количество материала. И этот материал все больше и больше приближается, вернее, он не то, что приближается, он однозначно уже на уровне так называемых мувиков выходного дня, когда полтора часа, два часа материала снимается, допустим, за месяц. Мы такое количество материала можем снять за несколько дней, ничуть не уступая качеству тому, которое есть. Поэтому это очень тяжело, это очень сложно, потому что вот как раз, когда мы с вами заходили сюда, вы говорили о том, что вот зимой нам было холодно, когда вы были у нас, а сейчас вот жара просто неимоверная. Вчера у меня было в кадре где-то, по-моему, 15 лошадей с наездниками, джигитовка, там, сабли, стрелянина, гонки на лошадях, где-то человек 80 массовки, которая все это смотрела. Температура на улице сейчас, напомню, для тех, кто не знает и кто не выходит, градуса где-то 33-34 в тени, на солнце еще больше. Причем за последние две недели мы сняли огромное количество материала на улице, как готовился вот этот вот праздник, как парни готовились, как тренируют казаков в настоящем лагере, который построен здесь недалеко. До того, предыдущую неделю мы работали ночью, но тогда были эти дожди, да? Здесь огромное количество комаров, всяких там живностей, которые оседают группу потихонечку по ночам, а днем мы просто таем от огромного количества солнца. плюс количество материала, которое измеряется не одним десятком минут в день. Профессионалы меня поймут. И это происходит каждый день, вне зависимости от того, какая погода. И больше 300 съемочных дней у нас в году бывает. Мы уже работаем пятнадцатый месяц. Вот. Это не так просто, как хотелось бы. Я бы тоже был бы... По советским каналам, по-моему, полторы минуты в день, да, выработка? Или... Даже меньше. Там в метрах шло, и, по-моему, там... Я уже точно не вспомню, хотя... Первый свой полный метр я сделал еще при Советском Союзе. Да, это было очень давно. Но выработка эта колоссальная. Проще всего там снять за деньги Министерства культуры 90 минут за два месяца. И потом ездить по фестивалям и крутить пальцами, чтобы, мать, такие крутые мы сделали кино, которое никогда денег не вернет. А мы, честно, каждый день печем эти маленькие печенюшки, которые народ кушает каждый день. Вот этим мы занимаемся. Про печенюшки. В кадре произошло количество романов, даже вот на эту 150-ю серию, которая сейчас в эфире. То есть я уже сбился со счета на 10-м, на 15-м. Скажите, ну, с другой стороны, фильм про любовь, как было бы иначе. Возникали ли подобные романы не в кадре, а на съемочной площадке? То есть не секрет, когда актеры очень долго работают вместе, у них нередко возникает некое чувство. Ну, или, понятное дело, что свечку никто не держал, и не это, но, тем не менее, по вашим наблюдениям, не знаю, может быть так. Ну, да, сейчас я все брошу и буду вам рассказывать. Конечно, возникали и не раз, и не один раз, и, слава Богу, живем, и это наша жизнь. Кто конкретно с кем, я вам не скажу, потому что не видел, вот не знаю, понятия не имею. Мы сделаем вид, чтобы поверили. Но это нормально, и это очень хорошо. Это очень хорошо, потому что, знаете, можно приходить на работу, можно работать, поставить галочку, что ты был, что ты там что-то сделал, и, как говорил Жванецкий, пуговицам претензий нет. Но если покопаться немножко в наших персонажах, где бушуют настоящие страсти, эти страсти не могут никуда не деваться, они не могут вот оставаться здесь, в этом павильоне, где мы это все снимаем, да. Они переходят, перекочуют в настоящую жизнь, и, слава Богу, слава Богу, я могу сказать, потому что были при мне случаи на Институте благородных девиц, еще некоторых сериалах, когда артисты теряли эту грань между персонажем и реалию. Это не так просто, как кажется, и это может перейти вообще в такую дикую форму.